Сегодня особенно грустно наблюдать, что иконы, богослужебные книги и церковная утварь, некогда сохраненные с таким большим трудом во времена атеистической власти, ныне погибают не от рук воинствующих безбожников, а от рук равнодушных, теплохладно верующих людей. Почитание икон всегда было особым, ведь слово «икона» греческое и означает образ, изображение. Икона – это священное изображение Господа, Матери Божией, ангелов и святых. Изображенный на ней лик получает по правилу церкви имя через надписание. Этим икона усвояется тому, кто на ней изображен и становится причастной его благодати. Так что при небрежительном и недостойном обращении с иконой оскорбляется не живопись, а тот, чье имя она получила, ее первообраз. Поэтому Священное Писание говорит, что каждый человек – это образ Бога, а образ Бога – это и есть икона. То есть каждый из нас с вами – это явление Бога в этой жизни. Каждый из нас с вами – это образ Божий, который мы должны хранить, беречь, приукрашать, который должен сиять окружающему миру. Но очень часто, забывая об этом, живя без Бога, мы теряем образ Божий. Тогда начинается в нашей жизни масса проблем, и эти проблемы становятся для нас определяющими. Жизнь теряет смысл. «Наступает мерзость запустения Храма Божьего, ведь тело каждого из нас – это Храм Божий, и каждый из нас с вами должен хранить его в чистоте и заботиться об этом образе». «Наступает мерзость запустения Храма Божий». По инициативе такого, ну, довольно сейчас уже известного историка нашей церкви, Алексея Беглова, который к нам храм приезжал не так давно, вот, с чтением лекций, организуется музей истории церковного быта советских времен, то есть годов с 20-х до 70-х примерно. Вот, и в это время, как известно, да, так сказать, все в некий упадок приходило, но люди-то, поскольку жили церковно, подвязались и страдали, и старались сохранить жизнь церковную, и поэтому, конечно, что-то, как свидетельство этой эпохи, осталось. И вот, надо, конечно, сказать, что за вот последние годы наши, когда все вот церковное, так сказать, благоустроение стало процветать, то как-то к наследию этого времени стали относиться пренебрежительно, ну, ко всяким таким самодельным иконам, каким-то там изделиям церковного утвари, каким-то рукописным всяким, переписанным молитвословом или даже Евангелем, то стало все это там сжигаться, выбрасываться, ну, может, такое изобилие высоко, как бы современного, да, нас окружает. Ну, вот, все-таки становится сейчас уже понятно, что это, конечно, зря мы так относились к этому всему. Вот, ибо в этом великая ценность, которую еще можно для истории, да, спасти. Поэтому вот такая инициатива появилась по возможности собирать вещи этого времени в музей, который, ну, видимо, в Москве он там будет как-то действовать. Вот, и, ну, и вот в том числе и к нам Алексей Буков с такой просьбой обращается. И вот как-то некая часть предметов, которая передана была из Карелии, вот она сегодня к нам в храм попала по пути в этот музей, она там, вы можете посмотреть, вот, ну, просто чтобы было понятно, о чем я говорю. Это вот иконы, может быть, самодельные того времени, или иконы дореволюционные, которые были в пользовании людей этой эпохи. Это вот разные виды церковной литературы, которая в те времена, ну, в России перестала издаваться, и поэтому либо это было что-то дореволюционное, которым пользовались люди, либо то, что переписывалось и другие, ну, либо то, что потом уже в годах 70-х стало появляться под названием «Самызда» там, советского, на религиозной теме. Вот, ну, и вот все это, я такой некий призыв обращаю к вам, да, что если вам что будет попадаться на пути в вашем жизни, вы это с вниманием отнеситесь и приносите, да, мне там или в храм, или давайте будем для этого музея собирать. Ну, вот, чтобы было понятно, о чем я говорю, там некий из этих предметов напротив входа в храм, вот вы можете увидеть. Особенно хочу про вот одну вещь сказать, и даже вот ее положить, поскольку это, по сути дела, некая целая религия священная, это Акафис Троицы, принадлежащий священнику, который погиб на Соловках, о чем он там с ним был на Соловках, вот Акафис, вот человек его там читал, и когда он там погиб, то вот некий его, ну, насколько мы это уже знаем, некий его приятель, по его просьбе, которому удалось выжить и вернуться в Соловков, передал его родственникам, так сказать, умирая, да, передали в храм, ну, и вот, а, это вот решили передать для этого музея, вот. Ну, в общем-то, это действительно вот вещь, которая была, не знаю, прославлен ли он или нет, я не знаю имени священника этого, но в этом случае, вот, один из примеров того, вот, как эта история шла, и вот, в наших руках оказалась, поэтому, а, и таких, еще недавно было много вещей, о которых мы просто не знаем, ну, там, выбрасывали, сжигали, ну, что, ну, а зачем, ну, что, ну, что у нас, Акафис-то в Троице нету, ну, поиздавали велье количество, а вот, когда начинаешь понимать, да, к каким событиям это было причастно, то, конечно, впечатление производят, поэтому, ну, кому интересно, вот, тут даже с некой надписью есть, но я не смог прочитать, возможно, написано, как у нас священника набежало, положу тут, кто хочет, может, вот, прикоснуться к таковой, да, ну, или туда, вот, да, ну, положу, что кто хочет, может, посмотреть, прикоснуться к таковой истории, да, вот, прямой, относящийся к исповедникам, которые, вот, отец Андрея говорил, во времена весьма суровые старались жить по-христиански, вопреки, как бы, всему Богу окружающего времени и нравам советского лагеря, ну, вот, видите, жили, и даже там, где расставали, с молитвой и верой, ну, довольно много из них прославленных святых есть, но, конечно, там очень много людей пострадало, которые, может, у Бога тоже прославлены, как он их не знает, да, наверное, ну, вот, можем прикоснуться к этой истории, вот, ну, а кто хочет поучаствовать в собирании этой истории, сохранении, потому что, ну, пока еще можно это что-то сохранить, с каждым годом это все стремительно исчезает, уничтожается, выбрасывается, сжигается, потому что кому эта ветхость нужна, да, но, слава Богу, все-таки каким-то историкам церковным приходит в голову, что это надо спасать, пока не поздно, и поэтому приносите, да, будете тоже участниками сохранения нашей церковной истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok